итак всем привет сегодня мы посмотрим бюджетную сборку на intel core i5 8400 это не троллинг это просто такие цены на core i5 8 поколения курс рубля и так далее но спешу вас как бы уверить что в 50 тысяч мы вложимся это будет очень сбалансированная система и опять же почему мой выбор остановился на intel core i8 400 если вспомнить 2012-13 год и более ранние варианты начиная с первого поколения можно сделать выводы что intel core i5 при своей такой не самой маленькой цене он обходил большинство решений от md и понимать что их не технология smt симулятив мультитрейдинг она хорошо тащит в тестах кодирование в архивировании но в играх важно производительность на одно ядро потому любые вопросы по поводу почему не разин я думаю можно считать закрытыми тем более у меня есть аналогичная сборка на решение тмд итак двигаемся дальше мы так материнская плата гигабайт b360 md с 3h все в ней хорошо она бюджетная но тем не менее есть и ps2 хотя не знаю кому нужен в конце 2018 года есть два usb порта 2.0 есть несколько портов usb 3.1 есть все видеоинтерфейсе в том числе hdmi беру все очень просто компактно бюджетно но тем не менее для этой сборки подходит идеально все таки 4 слота под оперативку нам пригодится оперативная память kingston hyper x 2666 цена говорю очень приемлемая опять же если бы мы брали разум нам бы нужно было брать какую-то память более замороченную брать более замороченную материнку прошивать билла что-то там разгонять и так далее здесь мы из коробки получаем реально частоту которую поддерживает сам процессор это прекрасно жесткий диск самый простой один из самых дешевых есть еще варианты вот segate или toshiba все в пределах до 3000 рублей за один терабайт это стандартная цена практически там по всем магазинам по всем регионам просто обычный жесткий диск нам его хватит а вот с блоком питания я не стал экспериментировать и взял cooler master 500 ватт очень хороший блок питания по свои по своим спецификациям по своему фактическому кпд он реально может претендовать даже на сертификат 80 по 12 вольтовой линии он отдает 38 ампер что порядка там 425 ватт или 430 это супер просто блок питания цена до 3000 рублей корпус один из самых простых но тем не менее достаточно симпатичный и подходит под нашу игровую домашнюю сборку у него нижнее расположение блока питания корпус трикот паладин есть еще паладин 2 есть еще какие-то варианты вот этой фирмы вполне можно рассмотреть у них все они и современные с нижним расположением там есть всякие технологические отверстия для кабель менеджмента этого городу просто недорогой вариант для домашних и так начали мы 37000 и сейчас мы перейдем к самому интересному это видеокарта radeon rx 570 power color на 4 гигабайта одна из самых дешевых карт radeon 570 опять же сапфир и power color они делают чуть чуть дешевле чем остальные в принципе нам такой вариант подходит и потребление у нее достаточно большое там порядка 170 ватт потому восьми пиновое питание ну соответственно и 450 ватта рекомендованных блок питания решил перестраховаться и взять на 500 ватт и того мы добавляем в корзину получаем 49000 рублей и опять же если процессор чуть-чуть подешевеет либо вы найдете какую-то версию и у вас есть кулер который совместим с 1151 сокетом а напомню они уже несколько поколений не менялась так что большая вероятность что у вас такой пулер завалялся и желательно не боксовый вы вполне можете сэкономить там рублей 300-400 и если чуть-чуть буквально там расширить свой бюджет можно реально взять и сссд-шник на 120 гигабайт за 50000 суперская сборка как и обещал это 60 fps full hd практически везде высокие настройки идеальный просто вариант всем спасибо всем пока